Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что же, переговоры в Сочи, увы, ничего не дали. Израиль пока не принимает российский спутник, а значит, массового туризма и паломничества из России пока не будет. Ну, это и так не было их главным предметом разговора. А откуда она вообще появилась, эта святая земля? Кто, когда и зачем её придумал? Не бойтесь, мы не будем говорить банальных, всем известных, положенных вещей. Мы с вами сегодня нырнём в глубокую древность и расскажем всё, как есть, как возникла идея святой земли, как она вошла в христианство и почему это произошло, а главное, что из этого получилось. Ну, согласно Библии, всё начинается ещё со времён Библии, но, если говорить честно, мы очень мало на самом деле знаем, очень много всего теоретического насчёт период, скажем так, первого храма, то есть времён царя Соломона, Давида, не всё известно. Однако, если речь идёт о период второго храма, мы, в принципе, стоим на уже твёрдой традиции, которая отождествляет именно Иерусалим, его храм, священнодействие как главный центр, как центр юдаизма, как главный центр мирового юдаизма, существовало уже даже до Христа, диаспора, то есть евреи, которые жили в Александрии, в Риме, в Антиохии, в Персии и, конечно, они совершили паломничество. Храм времён Ирода считался вообще как чудо света и так далее, и так далее. Однако, как нам всем известно, храм был разрушен в первом веке, 70-й год после Рождества Христова, и юдаизм как-то смог продолжать дальше и без своей старой элиты, без священнодействия, без центральности Иерусалима, и перенесли всё как молитвенные центральности, они буквальные. Также и христиане, хоть существовал образ небесного, Иерусалима, молитвы, псалтири и так далее, это важнейшая роль, но само паломничество суда не играло важную роль, а ещё в первых веках это было даже запрещено, особенно после того, когда Иерусалим превратился в языческий город и стал называть его Айлия Капитулина. Всё это потихонечку меняется уже к 4 веку, когда обращается к вере Константин Великий. Так что можно сказать, что святая земля как наследник иудейских идей времён второго храма и как синтезис между иудаизмом, разных греческих и римских традиций и христианского богословия начинается только с обращения Константина. Будущий император Константин Великий был сыном правителя Галии и Британии Констанция Хлора. Его отец был хорошим воином, очень скромным, непритязательным в быту правителем, обожаемым армией и, как говорят предания, человеком весьма справедливым и честным. И вот после его смерти армия единодушно выбирает его сына, его наследником. И дальше Константин Великий становится правителем обеих римских империй. Уже в ходе целого ряда политических и прочих событий решающей была битва с императором Максенцием, которая произошла в Риме у Мульвийского моста. Накануне этой решающей битве императору было видение. В небе появился огромного размера крест, на котором светящимися латинскими буквами было написано «Сим победиш». Это видение по некоторым источникам видел не только сам император, но и его армия. Другие источники говорят, что видение это было во сне. Так или иначе, Константин приказал всем воинам изобразить крест на щитах, и битва была выиграна. После этого наступают огромные перемены. Фактически изменяется не только Римская империя, но и впоследствии весь мир. Константин Великий делает Римскую империю христианской. И, конечно же, эти изменения касаются и города Иерусалима. К тому времени город Иерусалим на карте не существует. Это маленький провинциальный римский городок, называющийся Элия Капитолина. Константин не только возвращает Иерусалиму его имя, но и строит храмы на важнейших точках. На месте Рождества Христова в Вифлееме, на месте распятия и воскресения Христа в Иерусалиме, на месте Вознесения на Илеонской горе и еще один огромный храм на месте явления Господа Аврааму в Хевроне. Также он построил некоторые другие храмы на святых местах, но эти были главными. Кстати, по преданию, храмы эти заложила его мать, императрица царица Елена, когда она путешествовала в Иерусалим. Эти монументальные здания, построенные из огромных добротных камней, со всей роскошью римской царской архитектуры, украшенные шикарной мозаикой, богатейшими узорами и фресками, приносят наше воображение к Иерусалимскому ветхозаветному храму, восьмому чуду света. Что же, духовное находит воплощение в материальном. Да, совершенно верно, художники, еще вчера строившие языческие храмы и вилы для богатых чиновников, теперь строят христианские храмы и базилики. Постепенно складывается канон. И, кстати, не последнюю роль в этом играет и сам император. Именно император, а также епископы, игумены больших монастырей, принимают решение, какое изображение нравится, какое не нравится, какое изображение считать правильным, какое нет. Языческие жрецы, видя, что новая вера угодна царю, некоторые, конечно, далеко не все, но некоторые переходят в христианство. И некоторые даже не только ради того, чтобы не потерять свое положение, но и по зову сердца. И вот таким образом все богатство искусства и культуры языческой Греции и Рима освещается светом нового христианского учения и преображается. Также и иудейское ветхозаветное понимание храма перевоплощается в понятие базилики, собора, в котором, как и в Иерусалимском ветхозаветном храме, каждый день совершается жертва, только уже бескровное. Таким образом, святая святых, разрушенная в 70-м году, опять как бы возрождается, существует только теперь уже в стенах великолепных царских храмов и базилик. И где же, как ни в самом Иерусалиме, как ни на Святой Земле, вот всему этому превращению происходить? Термин «святая Земля» родился именно тогда. Святая Земля – священное пространство, где места, описанные в Евангелии, обозначены храмами. Храмы покрывают камни, а камни свидетельствуют о событиях. Язычникам, обращенным в христианство, было крайне важно увидеть, потрогать руками то, о чем они слышали в проповедях. Таким образом, поверить в реальность воплощения, убедиться в реальности евангельских событий. Самое раннее паломничество ученые так и называют – текстологическое. Первые паломники, оставившие нам записи, были Ориген и Иустин Философ. Это второй век. Мы пришли увидеть то, в чем были научены, писали они. Агиеги по-гречески, Holy Land по-английски, Терра Санкта. Почему? Почему она родилась именно в тот момент? И именно император Константин Великий стал тем первым христианским Василевсом, царем, который перевернул весь мир. Действительно, можно подумать, почему именно Константин среди всех благочестивых римских воин, которые стали потом императорами, почему он не относился враждебно к христианству? Были другие достойные римские, даже довольно аскетические императоры, в том числе даже философы, как Марк Аврелий. Но они относились плохо к христианам и даже поднимали гонения против них. Дело в том, что начиная с начала третьего века, епископы, христианские епископы по всей территории Римской империи стали очень хорошо организованы. То есть, по сути дела, это было как государство внутри государства. А вот это был как раз период, когда были очень много задач у римских императоров, очень много внешних врагов. А для того, чтобы объединить всех граждан, всех римлян, единственный способ, который они знали, было объединить их вокруг императорского культа. Христиане, поскольку они были христиане, не могли в этом культе участвовать. И именно поэтому гонения были настолько сильны. Люди, как диоклетиан, то есть император диоклетиан, он на самом деле не был каким-то злодеем. Но получилось, что для христиан он был главный враг. Но в принципе у него была более, я бы сказал, административная такая задача бороться и с внешними врагами, и с внутренним непорядком, который, конечно, был. Он хотел делать целый ряд изменений и в монетной системе, и в других, не все ему удалось. А кому это все удалось? Константину Великому. Почему? Потому что он не шел против этих организаций церковных, а он наоборот, ну, я думаю, что у него истинное желание было действительно стать покровителем христианству, и даже потом в старости он принял крещение. Но тем не менее, мы понимаем, что он понял, что империя находится сейчас в таком состоянии, что поднять гонения против христиан, это просто бессмысленно. А лучше ли просто их включить полностью в административную систему? И это он как раз и делал. Он, в принципе, и тот, который вот созывал даже Первый Вселенский собор, где Арий был осужден. Но, в конце концов, сам Константин был на стороне Арии, то, что не все знают, и все его потомки. Но это уже другой вопрос. Но то, что мы видим, это что решение Вселенских соборов, решение церковное и решение епископов стали не только каноническим или богословским, догматическим весом иметь, они также имели полный вес и были включены в римское законодательство. И это творчество Константина Великого. Ну, именно из-за этих причин, прагматических, очень много историки считают, что на самом деле Константин Великий не был религиозным человеком, или у него не была своя какая-то внутренняя религиозная жизнь. Я, если честно, считаю, что это неправильный подход. Конечно, Константин Великий, по нашим представлениям, не был стопроцентным, я бы сказал, православным человеком, но свою религиозную внутреннюю жизнь от него отнять нельзя. Так же, как и все римские воины, он был человек с очень глубокими убеждениями. Как раз в поздном римском периоде много солдат были, как раз у них был свой военный культ Митра. В конце III века императоры Диоклетиан и Максимилиан, а также их соправители Цезарь Гален и Лицений в одном из военных лагерей на берегах Дуная провозглашают непобедимого бога солнца Митру покровителем всей их империи. Митра был богом непобедимого солнца, богом правды и права, богом-победителем зла и злых духов. Он считался творцом мира, который сделал из убитого им мирового быка. Также Митра насадил на земле растения и стал богом земледелия. Он обуздал злого духа аримана, поражавшего поля засуха и мучившего людей голодом и жаждой. Он помогал людям в их борьбе со злом и злыми духами. Побеждая зло, человек очищается от греха и получает бессмертие. Солнечный луч тоже считалось как особое явление божества, и, конечно, у них было принято изображение креста. Поэтому неудивительно, что Константин Великий, даже до того, когда он официально стал покровителем христианства и стал идентифицировать себя с церковью, он уделял очень много времени для уединения, для молитвы, для своих практик, естественно. Таким образом, мы видим с вами, что вот эти языческие верования были своего рода подготовкой для императора Константина к принятию Христа. Или по-другому Христос открылся ему вот в этом языческом божестве. В любом случае, культ бога Митры был своего рода римским единобожием. И, кстати, у них было даже свое причастие и свое водное крещение. То есть был целый обряд посвящения в этот культ. Таким образом, с нашей христианской точки зрения, такие явления очень даже законны и логичны. Бог ведет разные народы разным путем. И если евреям было дано полное откровение в Ветхом Завете через пророков о том, как придет Христос, и кем он будет, и где родиться, и так далее, то язычникам иногда давалось иносказательно, или, скажем так, образами, прообразами давалось им знание об истинном Боге, о будущих событиях. Но не все могли воспринять. А Константин, как только Господь открылся ему уже в истинном своем кресте, вот в том видении у Мульвийского моста, услышал этот голос сердцем, принял его. Этот духовный механизм работает довольно часто в истории. И мы с вами увидим сегодня, как он сработал в отношении появления Святой Земли. Получается, действительно, император Константин, он свое дело делал. Храмы, которые обозначают те события, связанные с Евангелием, земной жизнь Иисуса Христа, были обозначены и являются как такими знаками, что вот на эти места произошли особые события. Это святые места Святой Земли. Однако надо было это дело как-то продолжать. И среди важнейших фигур, можно сказать, от середины и конца IV века был иерусалимский епископ. Тогда не называлось это патриархия, но это был главный епископ иерусалимский. Кирилл Иерусалимский стал дальше развивать эти традиции, связанные со святыми местами времен Константина. Более того, он стал их переосмыслять, он стал их использовать именно для проповеди, для оглашения, то есть для подготовления христиан к принятию Святой Крещения. Вот у нас даже сохранились его огласительных слов, они считаются как самыми древными вообще в истории церкви, это дает очень много деталей о том, как тогда люди истолковали и Библии, и Новый Завет, и Ветхий Завет, и вообще нашу христианскую веру и практику. Также благодаря паломнице Эгерия, латинской паломнице конца IV века, которая посещала Святой Земли, именно во время правления Кирилла Иерусалимского, мы знаем много всего о том, как была уже создана целая система с монахами или с мирянами благочестивыми, которые вводили этих паломников по этим же местам и знали именно, какому месту подобает какой отрывок из Священного Писания, какой псалом связан с определенной точкой. То есть получается, что, скорее всего, все это было уже творчество святителя Кирилла Иерусалимского. Главной целью этого творчества была, конечно же, катехизация как новокрещаемых христиан, так и паломников, но и христиан местных. Нужно объяснить, что паломники из язычников, недавно принявшие веру, особо нуждались вот в этом материальном, осязаемом подтверждении того учения, в котором они были просвещены. Языческое мышление всегда связывает очень крепко мир духовный, так сказать, да, божественный, с материальным. Язычники же не потому молятся идолам, что они действительно верят, что эти идолы их боги. Нет, конечно, просто статуя служит неким медиумом, некой точкой, которая связывает небесное с земным, которая дает возможность язычнику общения с его божеством через этот земной идол, через земную статую. И вот таким образом очень важно было им прикоснуться именно к тем камням, которые помнят, как по ним ступал Христос или Божия Матерь. Побывать именно в той пещере, где Христос родился. То есть не только ради того, чтобы убедиться, что всё это правда было, раз сохранились пещеры и камни, но ещё и для того, чтобы почувствовать через эти камни, через эти места особую связь с Богом, особую благодать. Здесь опять мы видим преображение языческого мировоззрения и освящение его, если так можно выразиться, светом Христовым. И вот складывается наше особое иерусалимское богослужение. Все службы, которые проводились тогда в Иерусалиме, писались и составлялись здесь в основном при Кирилле Иерусалимском, конечно же, были связаны напрямую с теми местами, на которых они совершались. Так, например, на крещение у нас освящают саму реку Иордан. Точно так же, например, на благовещение все едут служить именно в Назарет, именно в то место, где благовещение произошло, ну и так далее. И вот некоторые наши местные иерусалимские традиции перешли потом даже на весь мир. Так, например, у нас есть крестный ход из Вифагии к Иерусалиму в вербное воскресенье. Это происходит, так мы празднуем вход Господень в Иерусалим. И вот традиция освящения ваи, освящения пальм, и во многих храмах даже совершают тоже крестный ход в этот день с пальмами, тоже вот она пришла от нас. Конечно же, крестный ход на Пасху. У нас его совершают вокруг гроба Господня, во всем мире совершают его в полночь, да, также вокруг храмов. Ну и многие другие традиции, которые впоследствии перешли уже во все храмы, во все места города Римской империи. Конечно, мотивы паломничества бывают очень разные, и в дальнейшем будет развиваться, например, паломничество по обету или паломничество как покаяние за грех, паломничество для укрепления веры и уединенной молитвы. Допустим, дома человек не может себе этого позволить, а здесь он как бы на период паломничества отрешается от земного и отдает это время Богу, но и многие другие мотивы. Главным же остается одно – Святая Земля всегда существовала в самом тесном взаимодействии с остальным христианским миром. В этом было ее главное служение, главная цель ее существования. Тогда, когда она создавалась, Святая Земля максимально верно отвечала на те духовные запросы, которые были тогда. За полторы тысячи лет своего существования Святая Земля знала разные времена. И бывало так, что она как бы не справлялась со своими обязанностями из-за войн или очередных новых владельцев, или каких-то внутренних проблем. И тогда на помощь приходили другие христианские страны, европейские державы, ну и, конечно, Россия. Как Святой Земле нести свое служение сейчас, вот в этой обстановке, когда границы закрыты, не очень понятно. Ну, главное, наверное, не превратиться в музейное православие, не закостенеть в ожидании паломников в привычном порядке служб и процессий. Получится ли это? Как переживет Святая Земля этот тяжелый для всех период? Покажет время. Если вам хочется подробнее узнать о тех местах и городах, которые мы показывали в сегодняшнем видео, то в описании к этому видео, прямо под плеером, я помещаю прямые ссылки на экскурсии по Риму, Каппадокии, Иерусалиму и Вифлеему. Экскурсии эти находятся на нашем сайте ТОПОС, и посмотреть их там очень и очень просто. Перейдите по ссылочке, и дальше уже будет все понятно. Ну, а мы прощаемся с вами. Обещаем выходить в эфир как можно чаще и желаем всего самого доброго.